Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Верхом на Титанике. Глава первая. Не радуйся, если фортуна начинает тебе улыбаться во весь рот. Потом может выясниться, что ты просто насмешил ее. Пару месяцев назад над моей головой пролился дождь редкостного везения. Во-первых, неожиданно нашелся покупатель на мою весьма ветхую машину. Я решил приобрести себе новую лошадь, не особо дорогую, но вполне приличную. Большую часть денег на автомобиль я накопил. Меньше собирался выручить за старые «Жигули». Поскольку в салоне заверили, что иномарка прибудет 10 октября, я не очень нервничал. Прикрепил на лобовое стекло бумагу с телефоном, дал объявление в газету и наивно подумал, что проблема разрешится сама собой. Шел май. До октября оставалась масса времени. Но, как водится, ситуация словно норовистый и шаг вырвалась из рук и понеслась вскачь. За 30 дней, выставленные на торги десяткой, не поинтересовались ни разу, хотя я регулярно возобновлял публикацию в издании. В начале июля я решил слегка видоизменить текст и добавил к нему фразу «Музыка вкупе с зимней резиной в подарок». И снова тишина. Никто не желал приобретать подержанные «Жигули». Да, автомобиль был не новым, но он в хорошем состоянии, не битый, не перекрашенный. Я следил за ним, регулярно проходил техобслуживание и сейчас не заламывал неимоверную цену. Но, тем не менее, клиентов не находилось. 10 сентября мне позвонили из салона и сказали «Забирайте своего красавца». Как изумился я. Он уже прибыл? «Мы клиентов не обманываем», — ответили мне. «Все, как обещали». «На календарь посмотрите, уже 10-е». «Сентября», — уточнил я. А мы вели речь об октябре. Послышалось шуршание. «Нет», — возразил в конце концов собеседник, — «вы ошибаетесь. У нас, как в аптеке, по плану девятый месяц». Вы перепутали. «Поскольку я выполняю секретарские функции, то всегда фиксирую важные даты в склерознике», — не сдался я. «У меня записано четко. Октябрь». «Сентябрь», — рявкнули в ухо. «Октябрь», — твердо стоял я на своем. «Послушайте, господин Простынкин», — ледяным голосом пресек бестолковый разговор менеджер, — «давайте перестанем заниматься ерундой. Если не хотите забирать замечательный, шикарный автомобиль, то никто вас заставлять не будет. Залог, естественно, останется у нас. Прощайте». «Стойте, стойте!» — закричал я. «Я непременно выкуплю машину, но пока не набрал денег. Мы же договаривались на октябрь». «У вас есть десять дней, господин Простынкин», — отрезал нахал, — и речь шла о сентябре. «Уточните фамилию клиента», — язвительно сказал я. «Вы ее перепутали, как и дату». Но ехидство не помогло. Пришлось мне идти к Норе и просить в долг. Хозяйка тут же позвонила в банк, и спустя два часа недостающие рубли были у меня в кармане. Но одновременно я получил и головную боль. «Очень люблю одалживаться. В особенности у Элеоноры. Она потом делает все, чтобы не взять назад деньги. Видит протянутый конверт, швыряет его в ящик письменного стола, а вечером вызывает меня в кабинет и заявляет. «Иван Палыч, я выписал тебе премию. Сделай милость. Забери деньги». По странному совпадению, сумма премии обычно до копейки совпадает с отданным утром долгом. Может, кто и обрадуется подобному везению, но у меня возникает ощущение, что я плюхнулся на дикобраза. Посему прибегаю к финансовой помощи Норы лишь в крайнем случае. Одиннадцатого я заплатил деньги в салоне. Четырнадцатого мне обещали отдать полностью готовый к эксплуатации автомобиль уже с номерами, страховкой и затонированными стеклами. «А еще вас ждет замечательный подарок», — прищурился менеджер по имени Андрей, разом растерявший всю свою наглость, как только я привез чемодан с деньгами. «Почему не спрашиваете, какой?» «Какой?» — машинально повторил я. «Суперский», — загадочно сообщил Андрей. «Вы будете в восторге. Но я пока не скажу. Это секрет». Тут дверь кабинета, где мы вели неторопливую беседу, распахнулась, и появилась девушка, стройная, длинноволосая блондинка с чуть раскосыми глазами. «У меня течет масло», — капризно протянула красотка, бесцеремонно вклиниваясь в чужой разговор. Я посмотрел на полу ног невоспитанной особы и еле удержался от ехидного замечания, что из живого человека вряд ли может капать машинная смазка. «Чего сидите?» — топнула ножкой клиентка. «Разберитесь, в чем там дело». Андрей вскочил. «Иван Павлович, извините, можете секундочку подождать?» Я галантно ответил. «Ради прекрасной дамы можно пойти и не на такое испытание». Менеджер, хихикнув, убежал. Блондинка села на стул и положила ногу на ногу. Я отвел глаза в сторону. Только не подумайте, что я изображаю святого Иосифа или принадлежу к ордену Ханжей, но сейчас я оказался в положении участника культовой сцены из эротического фильма «Шарон Стоун» в главной роли. Небольшая полоска красной кожи, больше смахивающая на пояс, чем на юбку, неудержимо поползла вверх. Я успел заметить широкие кружевные подвязки и быстро сфокусировал взор на календаре, висевшем на стене. Нельзя сказать, что красовавшаяся на страничке со словом «Сентябрь» фотография была верхом целомудрия. На ней была запечатлена стройная девица, одежда на которой отсутствовала вообще. Но не считать же за одеяние три крохотные тряпочки, практически не прикрывавшие прелести модели. Но, глядя на снимок, не испытываешь неловкости. А живая блондинка, забывшая надеть нижнее белье, сконфузила меня, словно двенадцатилетнего школьника. «Меня зовут Катя», — неожиданно прочерикала незнакомка. «Очень приятно», — стараясь не отводить глаз от фото, ответил я. «Иван Палыч». «Дайте закурить», — капризно протянула Катя. Пришлось вынуть зажигалку и поднести к тоненькой коричневой сигарке, зажатой в нежных пальчиках, очевидно, совершенно незнакомых с такой прозаической вещью, как губка для посуды. Катя наклонилась. Ее слишком пышная для хрупкой девушки грудь чуть не вывалилась из глубокого декольте. До моего носа долетел резкий запах хорошо знакомых духов, тяжелый, пряный восточный аромат. Такой парфюм обожает Николетта. Внезапно я ощутил острую неприязнь к Кате. Удивительно, почему многие дамы считают, что, сделав из своего бюста две резиновые клизмы, они станут необыкновенно привлекательными для мужчин. Лично я, приди мне в голову позабавиться с литрами силикона, предпочел бы купить куклу в секс-шопе. Там хоть все по-честному. Имитацию не выдают за живую неземную красотку. «Больше всего мне не нравится ложь, а фальшивый бюст я отношу к такому разряду». «Что ты так на меня уставился?» — округлила глаза Катя. Я кашлянул. «Иван Павлович, веди себя прилично. Какое, в конце концов, тебе дело до дурочки, решившей приукрасить себя имплантантами? Сколько их таких ходит по улицам? Уж не начинаешь ли ты, друг мой, превращаться в брюзгливого старикашку, вечно всем недовольного?» Признаюсь, как только на меня повеяло отвратительным запахом духов Николетты, шерсть на загривке стала дыбом. Девушка ни в чем не виновата, надо быть с ней полюбезней. «Совершенная красота всегда притягивает взор», — влыбнулся я. «Извините, если оказался бестактен. Теперь буду изучать пейзаж за окном». Катя кокетливо одернула тесную кофточку. «Все влюбляются в меня с первого взгляда», — заявила она. «Я устала от мужиков». «Другие женщины были бы счастливы иметь вашу внешность», — сделал я очередной дежурный комплимент. «Я замужем», — сообщила Катя. «Он богатый и крутой. Тебе надеяться не на что». «Надеюсь, вы счастливы». Я подхватил нить идиотской беседы, потом встал и подошел к окну. Мне захотелось посмотреть во двор, заставленный новыми автомобилями. «Ой-ой-ой!» — закричала Катя. «Немедленно сядьте!» Я, слегка удивившись поведению блондинки, послушался и спросил. «Вас так испугало мое приближение к подоконнику?» «Да», — закивала красотка. «Не хочу стать причиной вашей смерти». Я обалдел, а дурочка тараторила без остановки. «Неделю тому назад я отказал одному типу во взаимности. Он, как и вы, пытался меня окрутить, ну и пришлось показать ему кольцо. Такой ужас. Знаете, что он сделал?» «Нет», — осторожно ответил я. «Выпрыгнул из окна», — простонала Катя.